Сегодня 20 июня. Морита после трагедии. Мы пообедали. И как-то принято у православных молиться за живых и за умерших после обеда. Смотрите, сейчас отдадим сразу. Ещё не кидаемся. Смотрите, чашка насколько. Вот это я сейчас поставлю на уровень края. Вот это остальное уже за пределами стола стоит. Вчера только и говорил. И всё, лепите и лепите. Сделайте там. Забейте это, ровно сделайте. Ну явное дело, что только вначале сейчас... У тебя улетела кружка? Да. Да. Каждый раз обед, ужин, кружки летят, бьются и бьются. Вот бедная сковорода, смотри, вот у неё сколько. Это надо было, как трахнуться. Сверх ногами, вот. По порядку. Вот это что, другая покрышка? Веди. Раз. Два. Три. Четыре. Ну то есть конца нет. Эмаль всё. Беру третья бери покрышки. Ни одна нет неповреждённая. Калеки среди калек. А можно что-то сделать? А что ты сделаешь, что ли? Если они колотят все со всех сторон. У нас поступило известие. Позвонила мне Грушкова Нила Александровна. Заболела её дочка Наташа. Она Алексея Загуляева, жена такая рослая. Воспаление лёгких. Она таким голосом говорит, печальным, что сразу никому не сказала. Себе держали воспаление. Воспаление это так не в один день. Это где-то предыдущее что-то должно быть. Прелюдия как бы. Я так понимаю. Где-то захватило. Воспаление лёгких это серьёзно. Её из-за болезни. Я так понял. Тоже сообщают, заболели две сестры. Они уже за 80 лет. Александра Ивановича Ольнявская. Очень хорошая женщина. Вот говорят образец послушания мужа. Её мужа была брать. И в пятнадцатом томе у нас как раз описано. Каждый как обратился к Богу и как она обратилась. Трогательно. А муж у неё инвалид Отечественной войны. Иван Семёнович. Чернярский. На каких фронтах он написал? Ну, так было с от кого-то. Она написала больше. Где-то, где-то жила на 25 километров. На путь ты каждый день. Утром вещи надо было приходить. 25. Посчитаешь, это всё на себе. И в последнее время она согнутая была. И упала. И шейку сломала. И она лежит, я сейчас не знаю, лет пять меньше. Лежит. Недвижимая. Вот бывает человек что-то повредит. И он делает операцию. Почему она не стала делать, не знаю. Это Алексей у нас сиськох. Порченный. Он мой крестник. Так ему уже всё это железное везде сшивали. И здесь. И колени. И он ходит, ездит на машине. Так он 10 лет, наверное, на этих железках ездит. Конечно, болезнь и разница. Наталья Александра и сестра её Валентины. И ещё Татьяна тоже болезнь. И Александра Михайловна. Татьяна Капустовича, с которой у тебя старшая сестра. И ещё кто? Александра Михайловна. Кто? Александра Михайловна. Александра Михайловна. Александр Михайлович. Гончарук. Гончарук. Очень хорошая женщина тоже. Но очень хорошая христианка такая. Но иногда у меня она на причину стирать шторки. Правильно? А я против. Она старается как лучше, а я стараюсь как ещё лучше сделать. Чтобы их сохранить. Они целые. У нас не курят. Ещё стирать. А я их прибиваю. И шторку не сдёргивать вот так вот. А поднял я на большой гвоздь. Гвоздь выше головы на 200. Забиваю и кинул. Всё. Открыто. Главное открыто и закрыто. Остальные придумали вот далёко. Там вот это вот вверху. Пока по башке не стукнет эти деревяшки-то. Ну показывай, о чём говорят-то. Прям как будто деньги платить надо. О чём говоришь, он не будет. Ну. Ещё так нет. Там ничего не видно. Значит, мы о них помолимся. Какие у нас были сегодня недостатки? Утром вдвое оставлены. Вот эти два друга. Без завтрака. Совершенно боятся труда. Но после завтрака получше. Один из них даже подошёл. Илюша и говорит, а мне где-то работать. То есть ищет работу. Видимо, мама там уже поговорила с ним. Я вижу, от мамы вышел и работу ищу. Держу труда, ищу работу. Написать. Хочу окормляться. Вот окормление санковное. Здесь ничего не интересует. Вот сейчас Володя сидит на крыше. В данный момент. Вон он его видать. Настроен на него на крыше. Вон на крыше. Покажи. Он сидит на площади часа. Я сказал ребят. Парасик был там. Подавали тогда. Слово не было. Подавали. Я нёс ему пилу, воду и гвоздь. Ну вот был Ваня. Вот эти двое были. Еще кто был? Все? А вот он был. Подавать. Ванки с водой. Там голубя. Им ничего не интересно. Обычно люди как-то интересуются живочек, черепашка, крокодил. Эти вот двое они стоят. Они одинаковые. Ничего не интересуются. Поднимают. Я говорю, чтобы их не ударили. А Ваня сцепляет. Поднимают. Там ну тролль. Там закрыт. Проходилась крыша. Содрало ветром. Мы глядим на улицы. Они друг на друга. Ну хоть туда встал посмотрел. Такое сооружение удивительное. Посмотри. Такое сооружение во всем Алтайском крае ты не найдешь. Ты посмотри как оно сделано. Стоит на пасниках. Это вообще. Это сохранится от колонков. От хальков. Которые у меня там наболели. Были головы. Четыре пара народа. Они все уничтожили в одну ночь. Виктор зашел. Кажется за тридцать с лишним голове мертвые. Так как релье распростертые. Он их не ест. Он душит их. И душит. Все головы погибли. И тогда я решился вот такую построить. И вот больше пятнадцати лет наверное я так думаю. И туда никто не попадает. Ну может быть когда они закрыты. Зимой. Ночью сова может проникнуть. А из зверьков никто. Никак. Но мышь попала. Как мышь попала туда не знаю. Или корм поддавали когда. Или веревочка которая оттуда идет. Поднимали. И то у меня забита была. Ну как штанга. И на ней есть колпак такой. Что она дошла. До шины было. И эти вот сегодня берет. Оставил. Гляжу. Мы в окно смотрели на них. Они друг с другом. Толкаются. Ну посмотри маленько. Как поднимают к верху. Там колесико как то. Совершенно не жизненные. Их ничто в жизни не интересует. Вот он налопался сейчас. Сесть. И дальше не знаю что делать. Куда пойти. То есть. Интересно здесь. Работает у дяди Никиты. Там подойти. Поддержать. Не один. Дядя Володя тут. Перекрывает вверху. Вход крыши. Не один. Он один поднимает. Спускается. Отходит. У нас так не было. Я говорю. У меня было такое. Архитектор города. Он приехал. Привез двух девочек. Которые домой рвались. А теперь выросли. Я говорю. Ну и когда как. Две жирные свиньи выросли. Больше ничего нет. Но у меня есть племянник. И племянник этот я говорил. Он такой везде лазит. Он буддизм изучал уже. И приехал. Сразу не понравилось. Я домой поеду. Андрея звать. А потом увидел что строится здесь. А строил. Вот это я живу здесь. Из моего материала строил. И спросил отец. Вот. Валя. А я хотел бы. Он говорит. Пожалуйста. Я начал учиться строить. Вот там. Пасеку. Пчел. Матушка много держала. А можно мне поучиться. Иди. У него додоелся. До вала. Я научился как качать. Надел стеску. Пошел. Он заинтересован. У него на лице написано. Ему совершенно безразлично. Я говорю сейчас по-японски. По-японски. Его разницы никакой нету. Он закрытый полностью. Шибером. У него ни ушей, ни глаз нету. Чисто российская болванка. Поставили. Руки-ноги есть. Он знает. За стол в туалет. Все. Две извилины в мозге. На истины сортир сходить. Так нельзя жить. Совершенно ничем нельзя заинтересовать. Вот я положил деревяшку. Такая косовая. Спиленная. Она отлетела. И ударила по коленке. Мы перевязывали. То есть что тут делали. Романа. Я только положу ему отдать. Романа. Тогда опять у меня его выбросит. Я третий раз ее нашел. Сейчас сказал не трогайте. Я отвезду ему на память. Он каждый раз ее смотреть будет. И вспоминать. И молиться. С такой скоростью. Такая болванка. Больше кулака вот такая отлетела. Она же могла. Ногу ему разодрать. Ты знаешь около крыса лежит которая. Принеси-ка покажу. Видишь как вот подержался. Мы будем об этом молиться. А чем молиться? Из-за стола. Почему из-за стола не знаю. Наверное. Ну все удовлетворен человек. Пытался. Теперь можно вспомнить больных. А за стол садиться. Какие больные я сам делаю. Я так объясняю. Почему именно. Вот он ее пилил. И потом подвернул. И она вон куда пила пошла. Вот она где. И она с этой стороны пилила. И она отлетела с большой скоростью. Ну представь пила как вращается. У нее ускоренный специально. И она отлетела и ударила его. Ну а тут сколько мне. Ну попробуйте. Килограмм наверное. Вот видите. Ну-ка. Она как в пушечное ядро полетела. Она могла ему раздробить. Скорее. Где-то 450 грамм. Видите как. Ну-ка. Это ароман. Ну-ка посмотрите. Представь цель. Она летела с какой скоростью. Ударила его. Он упал сразу. Она его шибла. Ну. 350. Да? 450. Это примерно. Ну-ка. Сколько? Глянь. Он уже опять. Полкилограмм. Ну-ка. Ну-ка. Так. Не надо на ногу. Ну не знаю еще. Вот она наконец такая. И он его заострял. И он отвел. Она пошла туда. И тут не захотела. Развернула. И вот это вот. Куда попала. Она вонула ее и бросила. И мы об этом должны благодарить. Что дядю Роману Господь сохранил. И Господи славу Тебе. Посвети. И пошли из селения. Борящие метали. Александре. Валентине. Гавине. Татьяне. И Роману. И всех нас помилуй и пощади. Научи нас перенеси страдания с благодарностью. Ибо ничего не полезного для человека ты не допустишь. А все для исправления и покаяния. И благослови брата Владимира в его трудах. С честным и добросовестным. Благослови всех работящихся о нас. Помоги нам совершить намещенное. Восстановить эти пруды. Слава Тебе Боже наш. Слава Тебе. Аллилуйя. Аминь. 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 Тихо, 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 тихо. 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 Тихо, 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 тихо.